Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Мы отвечаем на ваши вопросы. Бог посылает человеку только те испытания, которые ему по силам. Так ли это? Да, есть святоотеческое определение, которое вся церковь приемлет, не возложит Бог креста большего, чем мы можем понести, но сам всякий возложенный на нас крест поможет нести. Это говорится для того, чтобы мы не унывали в скорбях, испытаниях, которые попускает Господь с нами совершиться. Мы можем скорбеть, когда сами напрашиваемся на непосильные для нас испытания, но когда они являются по Божьему попущению, по воле Божьей, то надлежит нам укрепляться как раз этим ясным пониманием, что каждый понесет свое бремя, и что о нынешней временной страдании по увещанию апостола Павла ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Это к римлянам послание святого апостола, а вот галатам он как раз напоминает о том, что каждый свое бремя понесет. Мы не знакомы с тайной устроения жизни нашей, знаем, что живем, но как живем, не знаем. Знаем, что наша биологическая жизнь, физическое существование, способ существования белковых тел. А кто их заставил сложиться в таком виде, и каким образом не распадаются они на атомы, мы с вами можем только догадываться. А еще верить Божественному откровению, что Господь, призвавший из небытия в бытие весь этот мир, включая каждого из нас, является промыслителем, и без его воли и волоса с главы человеческой не упадет. Все ведомо ему. Главная мысль, которую мы должны вынести из этих слов Священного Писания и святоотеческих указаний, это то, что всякий, совершая свой жизненный путь, более всего, должен располагаться к доверию воли Божьей, видеть ее в основе своего бытия и каждого свершающегося с нами обстоятельства, и стремиться не против воли, но по воле Божьей в любых обстоятельствах оставаться Богу верными. И ради этого попускаются испытания, чтобы явилось наше искреннее ко Господу расположение, потому они бывают и временными, чтобы восторжествовала надо всем божественная воля и слава, и мы, прибывшие в терпении Христовом, и мы, оставшиеся верными Ему, были и в вечности сподоблены вечного с Ним пребывания. Субтитры создавал DimaTorzok